Хороший такой индикатор жизни в проекте. Практически вся коммерция уже занята. Поэтому локация новая Внуково по транспортной инфраструктуре офигенно. Да, принимаешь квартиру, приходишь, все, и стоит кухня, стоит холодильник. Всем привет, дорогие друзья! Это видеоблог «Хочу квартиру» и, как всегда, с вами независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев. Сегодня я хотел бы с вами поговорить об эволюции. Эволюция продуктовой, прежде всего, как развивается и какие сегодня новые интересные проекты появляются в сегменте массового жилья. Потому что про бизнес-класс мы можем говорить часами, они все уникальны. Как развивается сегмент массовой застройки? Массовой, там, где люди живут, проживают и где можно купить, условно говоря, доступное жилье. Пока рынок балансирует туда-сюда, все ждут скидок или что-то еще, мы будем спокойно разговаривать о том же, куда можно проинвестировать семейную ипотеку. Ну, это, наверное, не срамая основная боль, а вот какие сейчас качественные, интересные продуктовые решения есть на рынке, вот это вот самое главное интересное. Мы уже ушли от этих P44T, пик уже закончил свои вот эти вот какие-то. Как будет завтра выглядеть комфортное, удобное, а главное, качественное пространство для жизни. И мы сегодня на примере жилого комплекса Новая Внукова, который строит самолет, поговорим с самым главным, ну, я его называю, самым лучшим продуктологом рынка недвижимости. Ну, по крайней мере, ты у меня так записан. Леон, привет. Хотел бы вам представить Леона. Это главный продуктолог рынка недвижимости. Сегодня ты расскажешь, как эволюционировал ваш продукт в самолете, в каком виде вы сейчас делаете, на что вы делаете акцент вообще, почему он и чем он отличается от того, что представлено на рынок, и почему я, как потребитель, должен к вам прибежать и взять у вас проект. Слушай, вообще, мы, мне кажется, собрались в отличном месте для этого обсуждения, потому что в случае Нового Внукова за время реализации проекта он несколько раз продуктово эволюционировал. То есть я даже не буду рассказывать про первый прикидочный мастер-план, который был для проекта. Он был в таких классическом формате советского микрорайона, да, с дворами, с машинами. Вот такая типичная была застройка. И мы сейчас находимся около первой очереди, она как бы уже вот эта первая трансформация продукта. И у нас каждая очередь, по сути, каждый год мы понимали, что рынок движется дальше, и нам надо какие-то новые решения вносить в проект. И вместе с городом, вместе с нашими архитекторами у нас получилось сформировать достаточно интересную среду, которая у нас уже находится справа. Это более низкоэтажная застройка на фоне первой очереди, с достаточно другими решениями. Но при этом в любом проекте у нас всегда есть история с дизайн-кодом. То есть мы пытаемся объединить фасады, благоустройства, мопы, чтобы совсем какого-то такого выбивающегося разнообразия не было. Ну, давай мы начнем с общего, где мы находимся, с локации. Поговорим об, в принципе, как самолет развивает свои земельные участки, а у вас довольно большой банк земельных участков и довольно сложный. Я бы сказал, самый большой. Самый большой. Самый большой. И пойдем пройдемся, посмотрим уже ручками, потрогаем вообще, что вы там внедряете в своих новых инновационных проектах. Да, супер, давай. Глобально, где мы находимся, что это за локация, что, где вообще ЖК Новая и Внукова находятся? Как бы тут полный комплекс всех необходимых, всей необходимой инфраструктуры. Это и несколько детских садов, это несколько школ. Как видишь, везде на первых этажах коммерция. То есть, как бы вся необходимая инфраструктура под этот объем жителей у нас тут имеется. Соответственно, здесь уже в первую очередь уже построена, заселена. Социалка, что здесь социалка? Готовится к открытию детский сад. Их в проекте порядка четырех. Несколько школ. Сейчас уже сдается первая. Да, детский сад готовится к открытию. Школа будет в следующем году. Она уже построена, фасады уже есть, там уже зарядные. То есть, здесь люди не обделены, инфраструктуры социальные. Тут уже куча детей и есть, куда, собственно говоря, им отдавать себя. Знаешь, мне кажется, хороший такой индикатор жизни в проекте, это то, что когда мы с тобой сейчас приехали, сейчас, наверное, мы пройдем по тому бульвару, практически вся коммерция уже занята. Уже есть магазины и сетевые магазины, и локальные магазины. Уже есть место, куда мы с тобой на обед сходим. Ну, то есть, как бы, вот эта вот история, почему самолет-квартира с отделкой продает, например, заключается в том, что люди очень быстро заезжают. А когда люди очень быстро заезжают в проект, ну, людям, которые купили коммерцию, надо открываться. Конечно. Надо уже сразу, там, печь пироги, делать кофе. И, соответственно, когда ты приезжаешь в проект, просто есть проекты, где, там, без отделки, люди, там, дома три года заселяются, и там коммерция тоже заселяется, как бы, еще дольше, потому что... Не до потребителя. Да, смысл, как бы, открывать, там, магазин, открывать какой-то, там, я не знаю, частный детский сад или какую-то еще историю, когда людей, живущих в доме, нет. А тут уже, как бы, жизнь кипит. Вот мы с тобой в 11 часов, в будний день, много достаточно детей, родителей. Ну, то есть, как бы, уже началась вот эта вот история, когда комплекс полностью обжился. То есть, в первую очередь, уже такая максимально жила. Давай поговорим вообще, мы же, про продукт, да, вот, какие вы делаете сейчас, там, эволюционные шаги в продуктовке, там, в территории, да? Вот, начнем с этого, потому что мы посмотрим с тобой еще квартиру, мне очень хочется посмотреть, что вы, там, с планировочками себе наколдовали. Вот в создании некой комфортной среды внутри двора, на что вы делаете акцент? Может быть, она сейчас как-то поменялась, вот здесь вот такая, а в новых очередях будет другая, то есть, вот на что? В принципе, все девелоперы, там, еще 5 лет назад поняли, что самый активно касающийся клиента продукт – это благоустройство. И, соответственно, акцент девелопера всегда делается на благоустройстве. Как бы нет такой истории, что, как бы, благоустройство как-то не в фокусе. Как отличить хорошее благоустройство от плохого, да? То есть, хорошее благоустройство – это, в первую очередь, зонирование, приватная часть, общественная часть. Во-вторых, это, как бы, зонирование внутри, да? То есть, у каждого во дворе своя игра. Задача, как бы, в рамках благоустройства – всегда отзонироваться так, чтобы эта своя игра как-то, ну, не особо пересекалась, и не было какого-то социального конфликта, и всем во дворе было приятно и комфортно находиться. То есть, это вот основные такие базовые гигиенические нормы, которые сейчас есть в благоустройстве. Мы в наших там каких-то новых трендах еще что-то сейчас сакцентировались на общественном благоустройстве, то есть, у нас достаточно интересный подход к формированию бульваров. Кстати, вот среди, где будут новые очереди, там у нас будет очень интересный бульвар. Также мы решили делать на этих бульварах Покет Парк. Это, по сути, такой маленький сквер на бульваре со всей необходимой историей. Еще раз повторюсь, что именно благоустройство в общественной части проекта – это центр притяжения. То есть, например, у нас вот там вот сейчас уже реализуется PlayHub. Де-факто это, получается, история, что туда приходят не только дети, но туда еще приходят взрослые, и просто это место встречи такое. А, встретимся на PlayHub типа еще, да? Да, ну то есть PlayHub – это небольшая детская площадка для того, что там орали дети, да, потому что многие это воспринимают так. Это центр притяжения для взрослых, детей, для массы активностей, который вот мы вот, собственно, там будем реализовывать, там течет небольшой ручей, и у нас вообще, в принципе, тут такая есть лейтмотив некий, связанный с Незнайкой, как бы, да, у нас тут течет Незнайка, и PlayHub посвящен как раз истории Незнайка на Луне. Там у нас такая. Никита, давай в общем поговорим, что такое жилой комплекс «Новая Внукова». Жилой комплекс «Новая Внукова» – это наш флагманский проект, то есть у нас есть квартал Западный, есть «Новая Внукова». «Новая Внукова» – полноценный мини-город, 50 жилых корпусов предусмотрено примерно, поэтому планируется проживать 1013 человек. Соответственно, под такое количество людей мы обязаны, как девелопер, возводить полностью всю инфраструктуру, которая у нас есть, и критически важную, и, скажем так, дополнительную. Поэтому здесь предусматриваются две школы. Раз школа в первую очередь. Она уже готова. К сентябрю 25-го, к сентябрю 25-го открытия. Вторая школа. Четыре детских сада. Этот у нас получается первый, он уже готов, вот ожидаем, пока Москва примет на баланс. Второй детский сад будет этот, затем этот и этот. Помимо этого, что еще? Здесь у нас, получается, предусмотрен физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем будет располагаться стартап-квартира Российской Федерации Баскетбола. Решили ее сюда перемещать. Я так понимаю, что в рамках комплексного в целом развития этой территории там будут тренироваться Олимпийские резервы, сборные по баскетболу нашей страны. Это прямо достоверная информация. Помимо этого, дальше здесь идет поликлиника взрослая и детская. Это примерно будет где-то открытие 27-28 год. Дальше полноценный торговый центр. 4 этажа, то есть ничего, скажем так, ничего выдающегося, но и ничего того, что не будет. Здесь офисно-деловые центры и технопарк Мини-Сколково. То есть тут будут размещены производства, но экологически чистые. Это там будут сосредоточены либо кластеры IT-компании, либо какое-либо производство, робототехника, либо что-то в этом роде. Офисно-деловые центры стандартные. То есть вот эта вся история – это дополнительно наши рабочие места. Именно в рамках этой локации. Да, ты по какому часа приехал? Локацию знаю очень хорошо. Я в Крёкшино жил, у меня там домик мы снимали, поэтому я там очень хорошо знаю. Я ехал по Киевке. Я тоже по Киевке. Ну, видишь, что сюда можно приехать и по Северному обходу, и по Минке. По Минке, по Боровке. И на МЦД можно приехать. А МЦД-4 у тебя здесь Кокошкино открыли вообще. То, что здесь транспортная инфраструктура качественная, удобная. Слушай, я сюда в выходные ездил в Крёкшино. Мне от центра 40 минут в час. Ну, то есть Киевка всегда летит спокойно, ленинский, без пробок. Ну, сейчас там доделают метро. Кокошкино, у тебя 40 минут, и ты в Москва-Сити. Я посмотрел, до Повелецкой общественным транспортом отсюда час 20. Ты едешь по МЦД, до Белорусской, пересаживаешься на Кольцевую и на метро на Повелецкой. Это 70 минут. Поэтому локация новая Внуково по транспортной инфраструктуре офигенная. Стратегическое расположение на самом деле юго-западное направление от МКАДа связывает нас три шоссе с МКАДом. Это Киевское, Минское, Боровское шоссе. Помимо этого есть съезд на оплатный участок М1, который идет как раз со стороны Минского шоссе, что позволяет, по сути, ну, по сути, до телепорта. То есть за 600 рублей, если я не ошибаюсь, сейчас там стоит проезд. До Москва-Сити вы можете добраться за 35 минут. А вот МЦК Кокошкина до Москва-Сити за сколько я доеду? До Москва-Сити, честно, не подскажу, потому что это надо смотреть по Яну с картами. 40 минут. Но мы ориентируем всегда так. Вот, то есть, два ориентира ставим. От Кокошкина до Арбатской, как самая ближайшая, ну, станция центра. А согласно Яну с картам, интервал от 59 минут, час пик, где-то до 1 часа 7 минут. На машине? Нет, это по МЦД, на общественном транспорте. Если говорим не центр, а просто ближайшую станцию метро, то есть удобную для пересадки в метрополитен, это Аминевская. До нее тоже от 35 минут примерно до 39, в зависимости от час пика. Хорошо, здесь общественный транспорт МЦД-4. Боровское шоссе, Киевское шоссе, Минское шоссе. Довольно комфортно доехать. Мне очень важно, чтобы было до Внукова удобно добраться. Сколько тут до Внукова ехать? До аэропорта вы имеете? Да. На собственный транспорт, 17 минут. 17 минут. 17 минут без пробок. И когда на самолет не опоздаешь. Да, это факт. Буквально пару слов еще скажу. МЦД мы назвали, как до него добраться, тоже важный момент. Вот это да, вот этот узел, да. Пешая доступность. У нас по факту расположен ЖК в пешей доступности. Здесь у нас проходит частный сектор, собственно говоря, как и вообще вся эта территория окружена частным сектором, СНТ и премиальным коттеджными поселками. Спокойно через частный сектор по тротуару с освещением вы доходите до ближайших корпусов примерно где-то за 11 минут, до 15 корпуса. Вот прям станция. Наш коллега сам проверял, прям ставил таймер, потому что один день приехал без машины, улетал и вот засекал. Он от МЦД здесь через частный сектор, здесь через ЖК до офиса продаж зашел за 21 минуту там с чем-то. То есть получается, если мы рассматриваем самые дальние корпуса, пешее расстояние максимально где-то 21-22 минуты. Если мы говорим про, ну скажем так, потому что все корпуса отличаются по сроку сдачи, какие-то ближе располагаются к МЦД, какие-то дальше. Среднее получается время до МЦД пешком где-то минут 17. Ну что, давай оценим твои входные группы, как вы реализовываете. Слушай, предбанник поставили. Ну как, как это? Знаешь, иногда история такая, что некоторые девелоперы рассказывают, что у них вот очень интересный ходный групп, когда половина на самом деле, ну это просто такой must-have, да? То есть это грязная такая зона, да? Все очистились. Как бы вот этот предбанник, это мне кажется вообще без него никуда вообще нельзя деться. У нас тут есть зона ящиков, зона колясочной. Кстати, смотри, как все плюс-минус разложено. Да, тут у нас такая авиационная тема была. То есть как бы у нас каждый моб, подъезд, входная группа в первых и вторых очередях посвящена такому вот историю с авиацией. Давай напомним, что все-таки это массовый сегмент, это не бизнес-класс, это не премиал. Вообще у вас сегментация есть? Смотри, ну как бы все проекты, которые мы делаем, мы считаем это все-таки сейчас массовый сегмент комфорт-класс, да, как бы другие проекты компании, ну конечно есть. Ну это в Москве, который внутри Москвы. Да, например, самолет селект, но это другая совершенно история с другими принципами. Да, соответственно, какой-то декор делаете. Вот у меня большой вопрос всегда возникает с колясочными. Как ты относишься к колясочным? Занимает окно, и оно превращается в какой-то момент в общественную кладовку. Да, которую видно с улицы. Придумали решение в новых очередях, новых проектах. У нас так устроен моб, что ты входишь в предбанник, у тебя идет колясочная как бы прямо и выход во двор. Сквозной у тебя получается. Ну то есть она не выходит, а вот говоришь. Сделали как будто бы место хранения, которое видно в окно, ушли от этой истории, сделав это между двумя предбанниками, а сбоку моб. Ну то есть мы немножко поменяли планировку. Это такой подъезд, который опять же был согласован в 2020 году. И вот при такой истории у нас колясочная получается не выходит на фасад. Круто. То есть я просто к чему? Что вот смотри, вот такая комната, она могла бы быть некой детско-игровой, там раз, условно, функционал, как функционал. У тебя колясками пользуются люди в основном, когда ребенок растет. После трех лет у тебя колясками не пользуются, и их ставят здесь, и она там пылится. И это такая общественная кладовая. Не думали ли вы перенести вот этот функционал, вот эту зону колясочных, велосипедных вниз, в паркинге? Слушай, у нас есть проект, где это сделано на минус первом этаже. Обратная связь есть, например, что не очень удобно. То есть человек, который регулярно. То есть в чем суть там колясочек, которые мы делаем между двумя предбанниками? Надо выйти во двор. Человек, вход на уровень земли, просто взял, покатил и въехал во двор. А здесь подниматься надо, да, типа? Да нет. Ну да, то есть если на минус первом этаже, то это надо подниматься. Это сразу не очень удобно, лифт еще используется. Я считаю, что самое хорошее решение на данный момент на рынке, это вот как мы придумали между двумя предбанниками, что можно выйти во двор, можно выйти на улицу. И еще, конечно, предусмотреть место для крепления велосипедов. Потому что велосипедов колясочных тоже достаточно много оказывается. А дальше что там происходит в ней, честно скажу, это зависит, мне кажется, от конкретного подъезда. То есть у кого-то достаточно чисто и хорошо, у кого-то очень сильно все навалено. То есть это такая уже низовая самоорганизация общества. Да. А велосипедные все-таки, отдельные велосипедные делать при входе на улице? Делаем, делаем. Там есть еще у нас стратегия отдельная делать в несколько этажей, как бы такое вот место для хранения. Как в Европе, не знаю, может. Тоже, знаете, я там не претендую, наверное, к какому-нибудь велоблогеру. Но если вы посмотрите, какие велосипеды там деланы на улице в Европе, это какой-то просто велохлам. Как бы у нас люди часто любят покупать такие крутые велосипеды, что ты даже... Подороже, чем машина. Да, да, да. Ты такой удивляешься, когда думаешь, ничего себе. И, конечно, никто их на улице не хочет оставлять. Но тоже такую вот стратегию размещения велосипеда во дворе. Что-то вышел во двор, там небольшой навесик, где стоят велосипеды. У нас тоже уже есть. Главное, конечно, проблема, ну и зима. Эволюция продукта это называется. Эволюция продукта. Пойдем посмотрим, какие у вас квартирки сейчас выйти. Так, Никит, давай посмотрим конкретную какую-то планировочку и посмотрим, как можно в нее войти. Начнем с чего? Во-первых, срок сдачи. Есть какие-либо рамки? Соответственно, ближайший срок какой у вас сдачи. И, соответственно, это должна быть, наверное, евро-двушка. То есть, в планировке вот однокомнатной, евро-двукомнатной больше подходит, где кухня с гостиной. Да, да, только вот это. То есть, вот это вот старый, вот старый, вот этот вот стереоидит, вот этот хлам не надо. У нас однокомнатная и евро-двукомнатная начинается от общей площади от 30 квадратных метров. То есть, будем рассматривать, получается, все, что вот выше от 30 квадратных метров. По сроку сдачи. Самый ближайший февраль 25-го года у нас. Там передача ключей у нас идет до 16 февраля. На общем 3D-плане это, соответственно, вот эти корпуса. То есть, вот это вот очень. Будем рассматривать все из них, либо какие-то конкретные. Ну, может быть, там вот какой-то конкретный понравился, или там, например, вид во двор больше интересует. Либо это вообще ничего не важно, просто... Вообще не важно, потому что цель основная следующая. Значит, купить однушку с семейной ипотекой. Соответственно, формировать некий детский фонд. То есть, это для детей. А пока они растут, соответственно, я сдаю в аренду, и арендные платежи должны погашать ипотечные выплаты. Понятно. Само себя на окупание, грубо говоря. Стратегия такая. Все, хорошо. Поэтажности. От какого этажа? Есть ли вот какие-то предпочтения? Никаких. То есть, просто смотрим абсолютно все. Самый важный параметр – цена. Соответственно, от цены мы понимаем первоначальный взнос. И чтобы это было, как у вас, все красиво, с отделкой, с мебелью, оборудованием, с плитой. Вот чтобы, знаешь, я голову себе не парил. Ну, понятно, да. Если бы на основная церковь инвестировали, конечно, это удобно. Сейчас пару моментов буквально по поводу первого этажа. Потому что, если вы сказали, про полностью все этажи будем смотреть, первые этажи. Почему на них сейчас обращаю внимание? Они немного отличаются. Если в основных, ну, скажем так, большинство клиентов приходят и думают, что первые этажи – это идут над уровнем коммерции. Именно в нашем проекте, вот в жилом комплексе Нового Внукова, первый этаж – вот это у вас идет полуровень земли. То есть, у нас на первом этаже есть и коммерческие помещения, и жилые квартиры. Первый этаж – это идет полуровень земли, при этом потолки у нас идут до 3,9 метров. 3,9 метров? Да, это в чистовой одежде. Я могу тогда еще антресоль вкорячить. Большинство клиентов, как раз, которые рассматривают первые этажи, потом подразумевают, что еще там сделал перекрытие. Ну, окей, давай посмотрим этот вариант, ну и однушку. Давай. По наполнению сразу так же скажу. Вот эти вот в этом списке, список формируется по увеличению цены. То есть, слева направо, сверху вниз, каждая последующая квартира дороже предыдущей. В каждой цене уже заложена чистовая отделка, кондиционер, кухонный гарнитур и техника. Более подробно сейчас расскажу, когда будем проваливаться в каждую квартиру. Почему сразу говорю про наполнение? Потому что в феврале 25-го года уже ничего поменять нельзя. Там уже все квартиры идут стандартные. Я хочу… Три окна. То есть, вот это? Раз, два, три окна, да. 37, 58 метров. Корпус 22-й. 22-й корпус. Тут, смотрите, получается, планировка, по сути, это даже не евро-двухкомнатная. Это идет как студия, но большой площади. Пару слов о планировке. Вы заходите, у вас коридор. Есть место под встроенный, естественно, шкаф-купе. И отдельная гардеробная 2 квадратных метра. Санузел один. Он совмещенный. То есть, туалет, ванна и все на помещении. Три окна, как вы заметили, верно, на плане этажа. Она у нас идет с видом на внешнюю сторону. Если отмечен вот этот корпус, значит, вид из окна идет на внешнюю часть. То есть, как раз с видом на лес и на реку у вас меньше будут ходить. Безусловно. И больше будет гулять, скорее всего. Ну что, рассказывай о своих новоэволюционных вообще темочках. Что вы тут сделали в планировочках? Слушай, это наша самая стандартная планировка. Не буду опять скатываться до обсуждения машин. Но вот когда настолько хорошая планировка, которая просто массовая, ничего особо не придумаешь. Это наша такая евро-двушка. Самая ходовая. По-моему, 35-30 с чем-то метров до 40. Самый хороший продукт, который есть на рынке. Давай еще акцентируем внимание, что вы все свои проекты, все квартиры в основном массе уже делаете. А. С отделкой. С чистовой. И Б. Более того, что мне очень интересно, уже мебелирована. Вот мы сейчас находимся в той квартире, в которой я хочу купить однушку. Вот в таком виде я ее и получу. Практически. Да. Практически. Вот мы в коридоре. В коридоре, смотри. Первая история. Это место для хранения. Как мы видим, люди любят что-то хранить на балконах. Мы считаем, что это появляется от того, что в планировке нет нормального места для хранения. То есть ты входишь, и у тебя уже есть какое-то место для хранения вещей. И к этому, то есть у нас, во-первых, есть вот это вот такое в грязной зоне место хранения, плюс еще есть место хранения всегда в спальне. В планировке закладываете. Мы закладываем места для хранения внутри квартиры. Мы закладываем еще келлеры на минус первых этажах. Это кладовки. Чтобы у человека была возможность не хранить шины на балконе, а хранить весь свой домашний скарб, либо как бы в трех местах. В грязной зоне, в спальне, в келлере. Так, коридор. Значит, из коридора. По двери тоже. У нас есть разные решения. Тут ее нет. Давай заходим в гостиную-кохню. Ну, сразу скажу, что есть люди, которым нравится наличие двери. И честно, я вот признаюсь, сделаю, может, какой-то камин-аут. Я не очень люблю европланировки, где ты вот сидишь, отдыхаешь на диване, смотришь телевизор и видишь входную дверь. Но тут это хорошая планировка, тут ее не видно. Но есть как бы тоже решение, например, можно убрать эту стену, сделать немножко по-другому место хранения, и ты вот будешь сидеть на диване и видеть входную дверь. И вот это меня лично почему-то внутри очень сильно напрягает. И, соответственно, мы вот в рамках таких планировочных решений стараемся как раз разным людям, у которых кого-то это напрягает, кого-то не напрягает, дать как раз максимальное разнообразие, потому что ключевое отличие современного строительства, современного массовой семьи заключается в том, что мы можем сделать не вот эту классическую однушку с стариком прилепленным, а мы можем сделать даже в рамках вот этих 35-40 метров там 10 разных планировок. И не каких-то очень хитрых и странных, а просто которые будут отвечать на разные запросы клиента. Гостиная, кухня, сколько здесь примерно метров? 14. Вы ставите холодильник. Да, да. Всю технику. Да. Панель. Так, а посудомойка? Мойка 60 сантиметров. 60 сантиметров в однушке? Да. Зачем семейную мойку? Хорошо, это круто. Ну, окей. Слушай, это, кстати, самая стартовая кухня. То есть у нас там кухня комфорт, она уже, кстати, со встроенным холодильником. А, он даже интегрирован в... А у тебя же холодильник не встроенный? Да, встроенный. Я просто говорю, вы просто в холодильник ставите. Смотри, опять же, у нас есть несколько видов кухонь. Мы сейчас представлены, представлена одна из этих видов. Тут как бы такое решение. У нас даже есть со встроенным холодильником. И, на мой взгляд, эта кухня точно закрывает все потребности, которые могут быть у семьи. Розиточки все есть? Ну, слушай, ну, комфортно, удобно. Слушай, ну... Я, как клиент самолета, да, то есть я принимал квартиру с кухней. И это супер непередаваемая эмоция. Когда ты приходишь на востройку, да, то есть принимаешь квартиру, да, принимаешь квартиру, приходишь, все, и стоит кухня, стоит холодильник. Можно сразу поставить там свой любимый напиток, расслабиться и сказать все. Матрас кинул, все. По сути, без кухни квартира непригодна для жизни, да, как бы. А тут матрас кинул и вперед. Так скажи, пожалуйста, вот вы ставите шкаф, вы ставите кухню, стол вы не ставите. Слушай, это мебельные сеты, есть разные мебельные сеты, там есть и столы, и диваны, и набор для вот этой вот зоны под телевизор, то есть все это тоже есть, это тоже ставится. Очень интересно, пойдем к кухне, к окну пройдем. Соответственно, у вас огромные, получается, окна? Слушай, у нас они даже сейчас еще немножко больше стали, потому что количество солнечного света позитивно влияет на настроение человека. Но, честно скажу, вот тоже есть люди, мы замечаем, которые не очень бережно относятся к окнам, как-то там их занавешивают. Да, да, нафиг вообще. Глобально мы видим тренд, что окно должно быть большим, а как его дальше будет человек использовать, это уже как бы дизайн непосредственно жителя, который живет. Смотри, вы ставите защиту от детей в каждом окне. Вот, у нас у 55% клиентов есть дети. Как бы предусматриваем историю, чтобы окно было точно закрыто. А у тебя какая высота? Слушай, у нас тут, по-моему, 2,65 даже. Уже в чистоте. Ага, это подвесной у вас потолок? Да. Ну, то есть натяжной. Натяжной, точнее, да-да-да. Получается как, перейдем к расчетам? Да. Смотрите, она идет уже со скидкой на сайте. То есть ее цена была изначально 9,125,073. Применился флеш-сейл, стало 8,577,569. 225 за метр, и сдается она, получается, в феврале. До 16 февраля 2025 года. Так, хорошо. Давайте посмотрим по платежам, если мы идем с семейной ипотекой. Здесь есть предварительный калькулятор на сайте, но это больше ориентированных клиентов, которые, например, из дома ознакомливаются. Мы здесь в офисе продаж, ну, как менеджер по продаже, мы уже используем... Точными данными. Все верно. Смотрите, у нас семейная ипотека, здесь на самом деле все просто. У нас по условиям реализации на данный момент существуют три программы по семейной ипотеке. Есть стандартная 6-процентная ставка. То есть то, что нам, скажем так, дает вам государство. Да, кстати, один момент не уточнил такой, но все-таки важен. Семейная ипотека у вас уже одобрена от банка или еще не одобрялись? Еще нет. Основные условия – ребенок до 7 лет. Правильно, у вас есть. Все, значит, у нас ипотечный менеджер, если еще не одобрялись, мы даем ваш номер телефона ей, она с вами связывается в удобное время, весь пакет документа, все-все-все уже на ней. То есть получается, вам не нужно никакие банки ходить, самостоятельно тратить на это время, это все бесплатно на самом деле, то есть это даже не зависит от брони. Три программы. 6% без наценки, 4,9, 3,5. Чем отличается квартира с флешсейлом? Флешсейл применим только под стандартную ставку 6%. Если, например, не хотите, точнее, хотите 4,9, тогда получается, так как уже наполнение в квартире есть, мы берем цену квартиры на сайте, получается базовую 925, и от нее вычитаем. Не, подождите, стоп, 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 вы меня тут сейчас начинаете. Вот мне нужна стандартная, 8,577. Понятно. Значит, отталкиваемся от цены. Да, да, да. Получается, у нас срок ипотеки 30 или... 25. 25. Мне уже 30 не дадут. В общем, расчеты, на самом деле, очень простые. Наша цена квартиры с учетом скидки 8,577-569. По требованию первоначальный взнос минимальный на 20%. Ну, там есть дополнительные условия, скажем так, если вы зарплатный клиент Сбербанка, там... Без тюнинга. Да, в общем, отталкиваемся от самых стандартных условий. Минимальный первоначальный взнос 20%. Соответственно, высчитываем, это 1 724 091. И ежемесячные платежи на весь срок, то есть на 25 лет, у вас будет составлять 44 157. 44 тысячи, ну, 45 тысяч, условно говоря. Ну, уж округлить на 44. Там все-таки 45, наверное, это много. Ну, хорошо, 44. Вопрос. А вы смотрели здесь аренду? Какая здесь аренда? Мы ориентируем так. Лучше вы сами откройте ЦИАН, например, или Абита. Посмотрите в целом, по какой там стоимости они сдаются. Когда я смотрел последний раз, ну, скажем так, евро двухкомнатные там сдавались где-то за, ну, так же, тысяч за 40 примерно. Так, пожалуйста. Вот, аренда. 36 метров, 45 тысяч, 45 тысяч, 35 метров. Ну, вот они как раз и будут закрывать, да. Вот 45 тысяч, 40... 45 тысяч, 34 метров, 40 тысяч, 35 метров, 42 тысячи, 32. Ну, то есть, по большому счету, моя будет уникальная, с высокими потолками. Я из нее сделаю не евро двушку, а трешку. Потому что у меня спальное место будет наверху над кухней и большой. Она будет уникальная. Ладно, 45, оно будет закрывать, ну, 100 пудов уже рынок, да. 45 он закрывает. То есть, я за миллион 700 покупаю однушку. До ввода 16 февраля у меня сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, полгода. 6 мы умножаем на 45. 270 тысяч. То есть, за 2 миллиона я покупаю однушку и не вкладываю ни в мебель, ни в кухню. Она просто уже может работать. Ну, смотри, тут такой момент объективно. Кухонный гранит, урстехника у вас есть. По мебели тут уже, конечно, нужно будет купиться. То есть, мы уже не можем приложить. Но шкаф-то будет? Нет, это вы сами. Говорим, как есть. То есть, у вас здесь все, что необходимо для проживания, у вас уже все в лесу квартиры. Если я пойду в антресоль, то есть, вот этот у меня геморрой, я там расхерачиваю все антресолью, да, только. Хорошо, соответственно, за 2 миллиона я получаю квартиру для детей. И она сама себя профинансирует. Хорошо. Так, я понял, за 2 миллиона можно сделать детский фонд. Так, а какие самые большие площади у вас? Максимальные площади у нас где-то 77, 78,9 и 81,2. Это самая максимальная площадь, которая представлена в нашем ЖК. Если рассматривать все годы сдачи абсолютно. То есть, по планировке, это по сути, ну, 3 планировки у нас предусматривает. А евро 4-комнатный вариант получается, это у нас идет, где кухня с гостиной у вас, одна большая общая. Ну, скажем так, формат евро. И 3 спальни. Спальни примерно каждой не меньше 15 квадратных метров. В таких планировках, то есть, они распашные, иногда бывают они еще и распашные, угловые при этом. Тут предусмотрено 2 санузла, то есть, у вас один гостевой, второй полноценный. Вот. Здесь, как видите, это максимальная площадь, которая есть, то есть, 81,2 квадратных метра. Так, хорошо. Получается 13500, да, большая. 13500, сколько метров? А на 80 метров, да? 166 тысяч, 167 тысяч за квадратный метр. Кукуля, поехали-ка вообще в новую Москву. За 13 миллионов можно взять 80 метров. 166 за метр. А в Москве там 500. Нафиг надо. Оптимизируем свои вообще бюджетные затраты. А если мы пойдем с семейкой, нажмите, пожалуйста, кнопочку семейная, ипотека, и мы получаем за 3 миллиона ежемесячный платеж у нас получается 57 тысяч рублей в месяц. И ты получаешь семейную офигенную квартиру. Да, причем самую большую. Самую большую. У тебя здесь и садики, и школы, и все, что угодно. Где ты в Москве такую купишь? Ну, объективно, да. Бюджеты абсолютно разные. Но здесь прописка Москва и есть транспортная Москва. Давай спаленку посмотрим, потому что довольно просторная гостиная кухня получилась. Да, у нас тут димеры такие вот. Умный дом. А он слышит голос? Ну, где можно поставить Алису и услышит. Мне кажется, просто тут Алиса не стоит. Офигенно. Вот больше и не надо. Вот просто больше и не надо. Это твоя приватная зона. Комфортно. А сколько у тебя получается? А, под одного нормальная кровать. Под двоих, конечно, уже не летает. Да, да. Ну, это что-то метр сорок. Ну, видишь, розетки у нас вот те, как бы, нормальные, до тех не дотягиваются. Ну, то есть розетки рассчитаны точно под метр шестьдесят. А ты мне скажи, а вы и шкаф тоже устанавливаете? И шкаф у нас тоже есть. А, это все набор. То есть я добираю вот эту всю историю вплоть до штор. Вплоть до штор. Шторы тоже были. Сразу скажу, что это вот коллеги, которые занимаются шторами, говорят, сложнее, чем кухня. Вот эта вот история нарезать, порезать. Ювелирная история. Это мы про строители, да? То есть мы можем, как продуктологи, там нарисовать все, что угодно. А вопрос, какими ручками это все будет делаться, да? Да, дальше уже сложные бюджетства. Соответственно, мы про продукт, про эффективность планировок, про вот... А что на пол стелите? Ламинат. А обои клеите? Не просто, а обои под подкраску? Да, обои под подкраску. Не просто покрасили стены, да, и все. Более сложная работа. Я честно скажу, вот у меня дома ремонт со стенами под подкраску. Я вот иногда на эту стену так смотрю, потому что я контролировал, ходил. И это были профессиональные мастера. Да, как бы, и вот обои, я не могу сказать, что это чтобы скрыть какие-то неровности. Это тоже такой, запроса на стены под подкраску особо нету. Всех без проблем устраивают обои под подкраску, да, как бы. Ну, то есть это быстрее, эффективнее, и, ну, как бы, если нормально, там, оштукатуренная стена, поклеенные обои, вообще не вижу никаких таких проблем. Самый кайф в чем? Отделка, еще и мебель. Ну, декор, ладно, фиг с ним, ну, шторы, бог с ним, допускай, там, повесим, да, либо там жене отдай, чтобы она поразвлекалась. Ну, надо же ей чем-то заняться. Но вот этот вот прорыв, что у вас нету соединенного шва, который делается. Слушай, ну, это уже давно так. Еще у тебя нету перфоратора. Эти рабочие в мопах не ходят, понимаешь? Это вот ремонта два года нету. Может быть, кто-то там будет себе подделывать масло. Неживая обживаемость дома очень быстрая, да, то есть, высшая ликвидность, много людей сразу начинает жить, уже начинает работать коммерция, никто ничего не сверлит. Это, как бы, суть вообще квартир с отделкой. Тупзик. Так. Ой, слушай, ну, просторный. Знаешь, вот, чем мне нравится? Что он совместимый. Вот у ваших конкурентов, коллег, они делают все-таки раздельное, ванно-раздельное, тупзико-дельное. Зачем? Я не понимаю. Слушай, разные у нас тоже есть решения. Тут в рамках такой евро-двушки актуально делать совмещенный санузел. Как бы, разделять уже надо, когда больше спален, когда уже есть... Плюс мы, смотри, сейчас вообще во всех планировках, которые больше евро-двушек, мы делаем мастер-бэддром, потому что мы считаем, что вот это вот новый формат, да, то есть не то, чтобы он там суперновый, мы его не придумали, а то там мне любят рассказать, что вообще ничего нового не придумал, просто как-то сегрегировал. Вот. Не то, что новый формат, сколько история с тем, что спальня в большой квартире, это всегда идет с гардеробной и санузлом, это должно вот вообще мастхэв быть. И вот мы сейчас во всех там от евро-трешки и выше у нас везде есть мастер-спальня. Ну что, друзья, эволюция продукта налицо. Действительно, самолет очень много делает для того, чтобы были эффективные планировки, эффективные дворы, весь кластер, вся атмосфера, чтобы были садики, детские садики, школы и так далее. ЖК Новая Внукова находится в довольно неплохом транспортном таком узле, где у тебя есть разнообразие добраться до работы, до центра Москвы, если тебе здесь надо, где развиваются рабочие места, ты здесь живешь и работаешь через дорогу. Это очень удобно. В целом для инвестиций, для меня, мне показалась хорошая штука формирования детского фонда. Ты же должен сделать для детей что? Квартирку, и чтобы они сами жили уже и спокойно там генерировали свои какие-то деньги и так далее. Взять квартирку, однушечку, подсемеечку, которая будет сама себе компенсировать, пока дети растут арендными платежами. Во! Локация, во! Хорошая инфраструктура. Что еще надо для жизни? Мне кажется, здесь есть над чем подумать, тем более тем, кто собирается улучшать свои жилищные условия, улучшать семейные условия. Жить комфортно. Школа есть, садик есть. Что еще надо для жизни? Самое главное, что застройщики не стоят на одном месте, а постоянно занимаются улучшайзингом. Улучшайзингом для жизни. Вот даже возьмите свою вторичку, не знаю, там, в панельке, в старом фонде. Эти лестницы, эти ограниченные дворы, машины и так далее. Все-таки комфортно жить в таком пространстве, где у тебя все безопасно. Дети гуляют, есть чем заняться во дворе. Тихо, спокойно, никакой суеты и шума. Как вам выпуск, дорогие друзья? Оставляйте свои комментарии по поводу жилого комплекса «Новое Внуково». Ну и вошли бы вы сюда для детей деньгами, как инвестпроект или нет, в комментариях. На всех пока, до новых встреч. Улучшайте свои жилищные условия. Редактор субтитров А.Семкин